Всем привет! С вами Антон, English Show, и сегодня у нас разбор еще одного выпуска Carpool Karaoke. Как видите, я нахожусь в нестандартных условиях, немножечко на улице, во Франции. И где как не здесь записывать ролики про английский язык, потому что французам, как никому другому, стоило бы его выучить. Потому что я с этим бонжур, мерсибаку и так далее долго тут не протяну. Погнали! Сегодня Джеймс Кордон снова опаздывал на работу и решил по полосе Carpool. Кто не знает, это в Америке такая полоса специальная, где могут ехать только два и больше людей в машине. Доехать с очередным новым попутчиком, кубино-американской певицей Камилой Кабельо. Она была участницей шоу X-Factor, потом выступала с группой, потом сольно и прославилась таким образом. Начинается разговор с того, как Камила и ее родители попали в США. Сейчас я хочу поговорить с тобой о твоем путешествии в Америку. Да, моя мама кубинка. Мой папа мексиканец. Я была рождена на Кубе, и моя мама пересекла мексиканскую границу со мной, когда мне было 7 лет. Ей пришлось оставить моего отца в Мексике. Все, что у нее было, это какая-то одежда в сумке и едва ли какие-либо деньги. Она не говорила по-английски. Я помню, как моя семья говорила, ты едешь в Диснейленд, потому что я вообще не понимала, что происходит. Словом journey обозначает путешествие или поездку, обычно такую серьезную, долгую, на большие расстояния. То есть, go on a journey – это поехать, отправиться в путешествие. Это путешествие, в которое она должна отправиться в одиночку. В таком же значении можно сказать «to set off for a journey», то есть тоже отправиться в путешествие. После спасения Земли в пятисотый раз Тор отправился в новое путешествие. А вот если вы говорите о непродолжительной поездке, с которой планируете вскоре вернуться домой, у меня с ним будет использовать слово trip. Оно тоже переводится как путешествие или поездка. И это может быть a day trip. I feel like taking a day trip. Мне хочется отправиться в однодневное путешествие. Или, например, a business trip – это деловая поездка, то есть командировка по-нашему. Это деловая поездка. Они едут в командировку. И, как вы могли уже заметить, чтобы отправиться в поездку, в путешествие, мы используем выражение «to go on a trip» или «to take a trip». I want you to go on this trip. I want you to go on this trip. Я хочу, чтобы ты поехал в эти путешествия. Продолжая подтанцовывать под заводные хиты Камилы, Джеймс спрашивает ее по поводу шоу «Х-фактор». Оказывается, основной причиной, почему она пошла именно на это шоу, на кастинг, была ее любовь к группе «One Direction» и особенно к ее участнику – Гарри Стайлзу. Давайте послушаем. Расскажи, когда ты решила пойти на прослушивание в «Х-фактор». Мне было 15, и я была большой поклонницей группы «One Direction». Я такая «Голос», «Х-фактор», и я такая «Ну, группа «One Direction» точно будет на шоу «Х-фактор». Не знаю, будут ли они на шоу «Голос», так что пойду-ка я на прослушивание в «Х-фактор». Вот что послужило причиной. В буквальном смысле, это на самом деле очень неловко. И я могу сказать это только потому, что уже прошло 10 лет, но я реально тогда решила идти на прослушивание в «Х-фактор», потому что я хотела выйти замуж за Гарри Стайлза. Я прям думала, это произойдет. Вау. Вау. Да, я действительно в это верила в то время. Между прочим, я впервые признаюсь в истинном намерении, которое скрывалось за моим прослушиванием на шоу «Х-фактор». Я ценю такую честность. Я также не думаю, что ты была единственным человеком с таким намерением. I wasn't. Но я и не была. The real intention behind me is auditioning the X-factor, говорит Камила. То есть истинное намерение, которое стояло за моим прослушиванием на «Х-фактор». И Джеймс вот отвечает ей. I don't think you were the only person with that intention. То есть я не думаю, что ты была единственным человеком с таким намерением. Остановимся тут на слове intention. Это намерение, цель. Очень часто слово intention используется, чтобы подчеркнуть истинные намерения. То есть если кто-то говорит, там условно. He says the reason he went there was to make friends. Он говорит, что причиной туда пойти было, чтобы найти себе друзей. But his real intention was to brag. Но его истинным, значит, намерением было просто похвастаться. Или вот еще, смотрите, пример. I definitely do post videos with the intention of getting views. Я действительно размещаю видео с намерением получить просмотры. Обратите, кстати, внимание еще на использование слова do здесь. Я думаю, вы понимаете, что эта конструкция совсем не обязательная. То есть если, например, вы говорите I don't post videos, я не выкладываю ролики, то все очевидно. Но если вы их выкладываете, то вы обычно говорите просто I post videos, я выкладываю ролики. I do post videos обычно в ответе на какой-то вопрос употребляется. Допустим, вас спросили, не делаете ли вы этого? Вы такие, нет, я это делаю. И вот чтобы подчеркнуть именно положительную окраску, что да, я это делаю, добавляется вот do. Хотя здесь оно, естественно, не обязательно. А если же вы хотите сказать, что вы что-то не собираетесь, не хотите сделать, то можете сказать I have no intention of doing that. I love this job. I have no intention of leaving. Я люблю эту работу. Я не собираюсь уходить. I have no intention of going to Azkaban. Я не собираюсь ехать в Azkaban. А вы заметили, как Камила бегла и хорошо говорит на английском? А ведь это не родной для нее язык. Сама она почему-то открыто, публично не признается, что выучила английский именно с English Show и говорит, что сделала это через просто телевизионные шоу. Однако я посмею вам напомнить, что в English Show обучение проводится как раз-таки в том числе на примерах из фильмов, музыки, сериалов, телешоу. Вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Представьте, каких высот вы сможете достичь, если займетесь этим прямо сейчас. Представили? Вот теперь переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатный пробный урок. Ладно, давайте продолжим. Джеймс Кордон любит пощекотать нервишки своим звездным пассажирам. В данном случае он приготовил Камиле серию каверзных вопросов, на которые она будет отвечать, подключенные к детектору лжи. Вот и на следующий вопрос она долго не решалась дать ответ, потому что знала, что все тайное станет явным. Заигрывал ли ты с кем-то в соцсетях? Ну что ж, если тебе приходится думать над ответом... Джеймс здесь произносит одну интересную фразу. Она появилась в английском недавно. DM – это аббревиатура direct messages, то есть прямые сообщения. Директ, как его по-русски часто называют. А само выражение to slide into the DMs значит перейти на личное общение в социальных сетях, как правило, означающее, конечно, что-то романтическое. Это вообще пришло из твиттера, но сейчас уже используется повсеместно. Ну не знаю, флиртовать в мессенджерах просто мне как-то странно. Его 10 миллионов подписчиков были бы шокированы, если бы узнали, кто пишет ему романтические сообщения в соцсетях. А вот во время прохождения полиграфа с ответом на другой вопрос Камила уже пытается схитрить. Ладно, ты уже была гостем на моем шоу, шоу Джимми Феллона и шоу Эллен. Из этих трех какое шоу тебе понравилось больше всего? Ничьё. Это ничья между тобой и Джимми. Это ложь. Это правда. Эта штука сломана. Фраза it's a tie переводится как это ничья. То же самое, что и draw. То есть, отвечая на поставленный вопрос it's a tie between you and Джимми, Камила имеет в виду, что это ничья. Ей одинаково понравилось у Джеймса и у Джимми Феллона. Но чё-то Джеймс ей не особо-то и верит. Окей, it's a tie. Окей, it's a tie. Хорошо, ничья. И вот Джеймс добирается до студии и благодарит своего гостя. Спасибо большое за то, что помогла мне добраться до работы. Я люблю тебя и я очень рад, что в твоей жизни происходит столько всего. Благослови тебя, бог Камилла Кабелла. Последняя фраза на сегодня это bless you или bless. Это переводится как благословить. В прямом смысле. God bless you, captain. God bless you. God bless you, captain. God bless you. Благослови вас, бог капитан. Благослови вас, бог. Ну а также bless you говорят, когда кто-то чихнул. На русский это можно перевести как будь здоров. Bless you. Bless you. Будьте здоровы. Ну а я вас поблагословлю сегодня за то, что вы все еще смотрите наши ролики. Более того, смотрите их активно и пишите в комментариях, кого еще нам разобрать из знаменитостей, какие еще шоу. Разберем вообще все, что угодно. Вообще, в целом, будем рады вашим комментариям по поводу английского, любые вопросы, любые там. Все пишите, все, что хотите. Обязательно ставьте лайки на видосы, если понравилось, если не понравилось. У вас нет вкуса. В общем, bless you all. И до скорого. Продолжение следует...